Приветствую, с вами Аполлинария, и сегодня я покажу вам поселок Алсу, который находится недалеко от Севастополя. Он такой укромно спрятан в холмах, в лесах, и расскажу, что здесь есть интересного, какие объекты. Трасса Ялта-Севастополь, вон дубовая роща. Там дальше уже байк-шоу, гора Гаспорта, а нам нужно повернуть на Морозовку в лагерь Алсу. Крест гласит о том, что здесь монастырь святого Паисия Величковского. Морозовка находится в государственном природном ландшафтном заказнике Байдарский. Остановилась на дороге, тут забор, потому что вон вдали водохранилище, и мы сейчас прямо над самим байк-шоу находимся. Я так понимаю, это главная площадь этого поселения. Видите, тут уже новая остановка. Алсу, не Морозовка, а Алсу. Даже рейсовый автобус сюда ходит. А здесь могила неизвестному солдату. Здесь захоронен советский воин, павший за родину. Расскажите, пожалуйста, как вам тут живется? Кисонька, а почему ты такая синенькая? А вот это, это нечто. Как так наполовину мордочки? Четкая-четкая полоса. Смотрите, что тут стоит. Просто вот так брошенный такой фонарик. Ну, как лампадка. В нем же можно там свечу переносить, например. Тут вот старая остановка. Вот так она выглядит. Площадь центральная, конечно, шикарная. А это... Это фонтан. Местный, так называемый. Водичка бьет. Тут иконки стоят. Вот такое интересное сооружение. Тут еще кладка осталась по бокам. Старые такие синие крыши и купола выделяются на фоне всей этой природы. Паисий Величковский родился в Полтаве в 1722 году. Его брат, отец, дед, прадед все были священниками. Вообще тут в монастыре мощи более тысячи святых. Представьте, какое сильное место. Маленькая звонница. Отсюда такой красивый вид на храм. И никого. Еще до службы несколько часов. Продолжают строить. И вот такая зеленая территория с просто умопомрачительным видом. Смотрите, юбки тут растут. Травка зеленеет. Маленький прудик с золотыми рыбками. А, это для деток все сделано. Вон там игрушки. Столик, стульчик, качеля. Жабка. Память о всех убиенных новомучениках в церкви русской. Обратите внимание, это московского патриархата, монастырь. Но раньше были тут раскольники. Изначально украинский патриархат. Много-много мощей святых. На каждой иконе. В ларцах тоже. Только представьте, какое это место. Жизни и деяния старца Паисия оказали колоссальное влияние на сотни российских монастырей. В том числе и на Оптину пустынь. Всем известную. Нам монах книжечку и иконки подарил. Недавно был престольный праздник. А вот это, оказывается, строится большой храм. Воскресение Христово будет много места. Потому что, где мы с вами были, там совсем такая небольшая церковь. С одним всего подсвечником. Потому что, говорят иначе, негде будет прихожанам стоять на службе, если будет много подсвечников. Паисий канонизирован за подвижническую жизнь. А также он является восстановителем в русской монашеской жизни старчества. Дорога тут одна. Не грунтовая к монастырю. Указатели существуют. И вот раз, и вы уже там попадаете в монастырь. Мимо всяких таких грандиозных домов проезжая. Получается, что в 2020 году монастырь уже отпраздновал десятилетие. Это совсем юный монастырь. Мы уезжали с мамой так трогательно. Монах нам вот такие вот еще вкусные сладости дал. Слышите, как поет птичка? И мы видим тут старую вымощенную дорогу. Куда она приведет? Точно мостовая. Да, посмотрите, как можно спокойно тут проехать. Может быть, это село раньше было более густо заселено, чем сейчас. Я вышла пока тут осмотреться. Может, еще что-то интересное. И представляете, на территории монастыря у меня не было... Я просто испугалась, что собака ко мне сейчас подбежит. На территории монастыря нет интернета и мобильной связи. Как они живут в полном спокойствии и умиротворении. Представляете, какое место в окружении холмов, в лесу здесь люди обитают. Вот такое тут есть удивительное, интересное, загадочное место в Морозовке. Прям обширная инфраструктура, ныне заброшенная. Насколько мне известно, здесь был построен секретный командный пункт. А теперь это места притяжения крымских и не только диггеров. Здесь интереснейшие подземелья, которые уходят на 5 или 6 уровней вниз. Там как бы очень страшно и говорят, что ты, если не знаешь или без веревки, без каких-то отметок, ты даже не выберешься. Потому что очень сложная эта система подземная. Периодически появляется связь. Приходят смс-ки. Интернета здесь нет вообще. А сейчас тут такая Припять. Провалы в земле. Страйкбаллисты приезжают. А сейчас все такое вымершее. Да. Местечко наводит такой холодок по коже. Мрачновато. Несмотря на вот эти пейзажи. Диггеры среди зрителей есть. Напишите, что вы знаете об этом месте. Были ли вы там где-то под землей. Где вход в эти катакомбы? Потому что я обожаю вот эти подземные лазы. И вот я давно хочу сюда попасть. Представляете, какая была инфраструктура. А сейчас природа отвоевывает пространство постепенно себе. Вот ей просто плевать на этот асфальт. Даже шиповник просто прорастает сквозь дорогу. И все, тропинка все уже и уже становится. Вот наверху какой интересный объект. Я думала, мы до него доедем. Смотрите, на сухом дереве. Или сухое, или пока без листвы. Есть вот такие шарики зеленые. Это растение-паразит амела. Ай-яй-яй, как больно. Больно, больно. Так вот, эта самая амела может до того разрастись на дереве, что просто убить его. Смотрите, какая огромная береза. Для наших мест эти деревья не характерны. Это же сколько ей лет. Первый раз вижу в Крыму такую огромную березку. Вдали тоже какие-то заброшки. Вот просто лысая какая-то гора. И сверху заброшка, как здесь. Вот это улитище тут. Прям огромное. Полюбуйтесь, какие виды. Тут на Чернореченский каньон, на водохранилище. А кто знает, что вот это за четверка в кружке. Едем дальше по дороге. Вверх. Дорога очень хорошая, поэтому я намерена доехать до упора. Ну вот, уперлась я в какое-то КПП. Эти шипы вот лежат, видите, военные стоят. Странно, что они тут охраняют. Там нет капитальной никакой будки охранной. Кто знает, напишите в комментариях, что тут вообще происходит. Ну дальше не еду, разворачиваюсь. Ух ты! Вот это красота! Вот это видон! И монастырь внизу виден! И вот какое-то разрушенное здание! Солдаты преграждают путь, поэтому невозможно пробраться к этому закамуфлированному зданию, которое видно вот здесь, отовсюду. А так хотелось! Уже закончились те времена, где по секретным объектам можно было просто так погулять. Все начинают восстанавливать, использовать эту инфраструктуру, которая еще не совсем в упадок превратилась, пришла. А здесь еще что, оказывается, есть много деревянных беседок. И сюда приезжают севастопольцы и отдыхают по выходным. Вон жарят шашлычок, слушают музыку. Вот под каждым кустом просто. Сиденья вон перевязаны пленкой. Вот такая беседочка. И их тут много. Поселение Алсу очень древнее. Дату основания относят к 4 веку нашей эры. Хотя некоторые исследователи говорят, что здесь еще уже, вернее, жили люди в 3-4 веке до нашей эры. И было поселение основано Готами и Аланами. А Морозовкой уже Алсу стало в 1948 году. Буквально чуть-чуть по трассе Ялта-Севастополь от Морозовки. И мы уже на байк-шоу. Танк стоит на башне другого танка. Ух ты! Какой волчара! Ой, я думала он металлический. А это инсталляция из покрышек. Какая кропотливая работа. О, победа! Мотоцикл, еще танк. А здесь просто какой-то волкомобиль. Клепанный, класс! Посмотрите, какой арт-объект. Ну, пойдемте смотреть, что еще тут есть. Корабль. Везет этот волкомобиль. Смотрите, это же Гравицапа собственной персоной. Что это за луноход? Времен Великой Отечественной. Музей ретро-техники у горы Гаспорта. Дети, там мотоцикл. Чего тут только нет. Обязательно заезжайте. А это Опель. Это, наверное, трофейный какой-то Опель. А тут две головы поезда. Давайте заберемся. Что с ним? Огнетушитель. Бывали когда-нибудь в голове поезда? Представьте себя машинистом. Как здорово! Тут какая-то крутилочка. И тут еще крутилочка. Зачем в поезде вот такие крутилочки? И тут еще второй состав. Стоп-кран! Супер! Идем дальше. Там я еще вижу что-то такое интересненькое. Там скульптуры. Сейчас посмотрим. А это как огневая точка какая-то. Вырывается из стены. Какой-то товарищ такой металлический. Бронзовые скульптуры. Реально. Как-то они не особо вписываются в байкерский весь ландшафт. А наверху сердце с крестом. Слушайте, откуда вот эти тут фигуры все-таки? К чему тут эти дамы в шляпках и с розочками? Волчок! Какой милашка! Чего тут только нет! Качелька! И какой еще кораблик! Рабочий и колхозница. Правильно я называю, я надеюсь? Вообще, здесь такая классная площадка для фотосессий. Очень много разных интересных объектов. Вот откуда они столько всего сюда притащили? Долго собиралась эта коллекция. И вот мы теперь с вами можем насладиться этим музеем. О, а в здание как будто бы угодила мина или там ракета. Что это? А здесь тоже голова какого-то поезда или электрички. Все подряд. Здесь поезд. Место машиниста. Штурвал. А здесь русская печь. Интересно, никто там не завалялся на печи? Нет. Приезжайте, место на печи вакантно. Крым, русская печь, Севастополь. Что может быть лучше? Ох, какие тут. Тут все можно потрогать, пощупать, попереключать. Вот это тут мальчишкам и девчонкам вообще интересно будет. Круто, круто, крутенько. Вот такое слово просится, когда вот это вот все. Почупаешь, трогаешь. А вы знаете, что я здесь впервые? На самом деле я открываю Крым вместе с вами. Я тоже много еще где не была и много где хочу побывать. Поэтому подписывайтесь на мой канал. Впереди много интересного.